Доброе утро, мои хорошие! Доброе выходное утро! Мои пока еще валяются в кровати. Бабушка уже встала и думает, чтобы приготовить на завтрак. Когда у меня есть заказ на оладушки, я готовлю оладушки. Сегодня, пока мои валяются, спрашиваю. Оля, внучка, что ты хочешь? Максим, что ты хочешь, внучок? Мужу спрашиваю. А ты что хочешь? Ну, дочка самая последняя. Ну, и придется им готовить каждому свое. Ну, в этом есть какая-то своя радость, знаете. Не общественная столовая, вот всем, первая, вторая, третья, а каждому своем. В этом есть своя бабушка. Ну, а я, я еще не решила, что я буду завтракать. Так, какие у нас сегодня с вами планы? Столько много планов. Во-первых, хочу пойти подстричься. Не укладывается вообще голова, не укладывается. Хотя сейчас под шапкой. Мне кажется, там вообще все страдают, что под шапками, да. Как не помой голову, как не подстриги. Но подстричься сегодня чуть-чуть хочется. Так, и поедем на горке кататься. Муж купил ватрушку для двоих моих внучат и поедем кататься на ватрушке. Так что сначала завтракаем. Я сбегаю, подстригусь. А потом уже пойдем кататься. Детки мои, доброе утро. Доброе утро. Кто что заказывает сегодня воскресенье? Амлет. Я ешь на яйцо, только с разбитым яйцом. Так, значит, Максим заказывает амлет, а Олечка заказывает, чтобы было разбитое яйцо. Понятно? Так, завтрак для Олечки. Завтрак для Максима. Завтрак для мужа. Я уже позавтракала. Сейчас Надюшке будем готовить. Может, какой-нибудь хлеб жареный. Ну, вообще, я стригусь каждые полтора месяца. Смотрите, как снежно. Вот здорово. Зима, зима. Такое удовольствие. Даже под шапкой вроде как не видно, ну, для себя, любимый. Ну, и для вас, родных, моих. Я должна выглядеть приличным образом. И второй вопрос. Конечно же, вроде есть утверждение, что нужно подстригать волосы, ну, хотя бы на полсантиметра или на сантиметр каждый месяц. Ну, чтобы они там дышали, чтобы там принимали какие-то витамины через кунчики волос. Так что бегу к своему мастеру. А девочка меня стрижет одна и та же. Таджичка. Обожаю ее руки. Просто легкая рука. Просто что-то вообще необыкновенное творит с волосами. Ну, я имею в виду не с моими короткими, а я смотрю там и с длинными тоже. Что-то какие-то прически делает. Ну, вообще-то я уже пришла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прибежала из парикмахерской. Правда, под шапкой, наверное, уже опять все примялось. Ну, в общем, вот так вот, как-то так. Повторюсь, обожаю стричься. Вот каждый, а то и даже месяц, ну, полтора, прям уже совсем когда много. Ну, и буквально меня она состригает там сантиметр. Самый большой сантиметр. Вот так вот. Было время, когда у меня были вот такие шикарные волосы. Не верите? Надо показать. И это то время было с 80-го года. Даже 79-й год я первый раз делала себе химию. И делала ее практически еще, наверное, лет 12. Делала себе химию 12 лет. Пока мы не поехали на море, и солнце, соленая вода сделали свое дело. Тогда невозможно это был этот колтун расчесать, и я подстриглась там, прям на море. Мы были на Азовском море. Приезжаю, наши мужья, а мы ездили с подружкой, с ребятишками, и наши мужья встречают нас на поезде. И мы такие выходим, стройные, загорелые. А я вообще с короткой стрижкой. И муж говорит, все, я тебя больше никуда не буду пускать. Я говорю, что ты не будешь пускать? Я же детьми ездила, но подстриглась. Ты такая молодая приехала. Ну да. Молодая, конечно. Стрижка всегда молодит. В общем, как вам? Ну, если не очень отрастут, это же не зубы, в конце концов. Через две недельки уже так, уже сантиметр, наверное, вырастет. Так, ну все. Лирики. Лирику в сторону. Я могу долго болтать. Мы поехали кататься на матрушках. А мы сегодня опять на ВДНХ. На таких шикарных горках. Мои катаются, внучата, на ватрушках. На снегокатах. На ледянке. А у кого нет ватрушек, вот, пожалуйста, пункт проката таких ватрушек, которые мы уже купили. Парк Акведук на ВДНХ. Ну и для тех, кто подмерз, всегда мобильный кофе. Вот так. Вот так. Все огорожено для безопасности катающихся. И катается бутерброд на тарелке. Классно. Пока мои внучата катаются, я решила пройтись вот по этому белокаменному арочному мосту. Это считается мост Ростокинский Акведук. Считается белокаменный и миллионный мост. Миллионный, потому что сколько там, очень много миллионов было потрачено на его строительство. И 25 лет, по-моему, его строили. 25 лет. Это считается вообще первое в Москве и, по-моему, даже в России. Грандиозное сооружение отечественского самотечного водопровода. Все такое деревянное. Так как и осталось 25 лет назад, как строили Ростокинский Акведук. Мост проходит у нас под Яузой. И, по-моему, здесь 21 арочный пролет. Очень красивый вечером подсветка. И помнится, что где-то в 1700, в каком-то там, я не помню, в 30-м или 40-м, в 1740-м году, когда в Москве буйствовала, вот красиво как, там, чума или холера, по-моему, да, Екатерина приказала строительство водопровода. На тот момент это было очень-очень актуально. Ну, молодец, Екатерина! Что я могу сказать? Бутербродные мои! Бутербродные мои! Короче, мы накатались, навозились в волю. Мои покатались с бутербродами. О! Меня снимают! Все, пошли, нас уже девушка идет на машине. А я бутерброд! Ну что, приступаем к готовке ужина. Небольшой кусочек свинины. Я его посолила. Теперь делаю вот такие вот надрезы. И сало, которое мне подарили, привезли, вернее, в Белоруссию. Вот туда. Вот эти вот кусочки, прямо сюда. так вот быстро-быстро-быстро все. Это потом срежется. Что вот сегодня моя еда хорошая. Очень вкусный будет ужин. Так, запихивайся, запихивайся. вот туда вот. Так, пальцами туда, вовнутрь. Так, кошка мне здесь уже, слышу, спрыгнула. Ну, в общем-то, все. Осталось натереть еще всякими специями. Так, это откуда? Это отсюда. Можно будет отправлять в аэрогриль. Так, какие у меня здесь есть специи? Здесь подойдет и немножечко черного перца, так, это для рыбы. Это для рыбы. Перец белый, если видно, тоже пригодится. Так, идем повыше. Так, ой, какой хорошей у меня, какая хорошая у меня коробочка, подаренная моими друзьями несколько лет назад. вот такая вот. Вы представляете, как жалко выбросить такую коробочку, очень удобно. Я так ее вытаскиваю все время. Вытаскиваю я всегда вот так вот пальцем из стола. Так, что здесь можно еще? Да, в принципе, все приправы можно для свинины. сейчас найду. О, отлично. Вот она для свинины подойдет. Так что, натрем сейчас. и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Свою свинину-то... Смешно сказала, да? Своё творчество свиное. Своё свиное творчество. Вот так и скажу. В аэрогриль. Так, накрыла крышечкой и... Включаю. Да, Оля сказала, вау! Сейчас мы поставим на... Ну, где-то, наверное, на 200 градусов. А на сколько минут? На полчаса, наверное. Моё свиное творчество. Я так, наверное, и назову. Так, ну, вроде можно поставить не на 30. Ну, как бы рекомендовано на 25 минут. Ну, поставлю, да, 25-30 минут. А, да, ну, сейчас будет опять смеяться. Мария Измайлова. Смотрите мой канал. Девушка, которая под меня подписана. Ну, девушка-женщина. Она мне в прошлый раз сказала, что мои фразы можно разбирать на фразу года. Когда я готовила йогурт. Что я там сказала? Рекомендуют на 7-8 часов, ставлю на 9. Так что, Машенька, рекомендуют на 25 минут, ставлю на 30. Опять на фразы годы будешь разбирать мои фразы. Так, ням-ням, сказала Оля. Все, подаю уже. Ням-ням-ням. На этом сегодня все. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Не забывайте включать колокольчик. Чтобы не пропустить мои видео.